Лолбок и Кикерей. Вырубай этот ролик, Натик, потому что он испортит твою психику. Здравствуйте, энтузиасты паранормальных явлений. И добро пожаловать в царство, где реальность встречается со спектральным неизвестным. Сегодня мы отправляемся в путешествия, выходящие за рамки обыденного, глубоко погружаясь в реальное проявление призраков. Но это не просто поиски неземного. Мы собираемся разгадать тайны глазами и опытом тех, кто был свидетелем необъяснимого. Приготовьтесь к исследованию, выходящему за пределы теней. Поскольку я предлагаю вам захватывающий дух свидетельства очевидцев и рассказы жителей, которые делили свой мир с явлениями из потустороннего мира. Гобелен паранормальных явлений, который мы собираемся раскрыть, соткан из пугающих встреч и рассказов о призраках, который заставит вас усомниться в границах осязаемого и невидимого. Присоединяйтесь ко мне в этом захватывающем приключении, где мы путешествуем по таинственной местности призрачных проявлений, подкрепленной захватывающими историями тех, кто столкнулся лицом к лицу с необъяснимым. Когда мы снимем слой неизвестного, будьте готовы встретиться лицом к лицу со сверхъестественным и стать свидетелями того глубокого воздействия, которое оно оказало на тех, кто осмелился вступить в его загадочные объятия. Итак, наберитесь смелости, потому что мы собираемся отправиться в Одиссею в самое сердце паранормальных явлений исследовать реальные проявления призраков по одному рассказу очевидца за раз. Пусть путешествие начнется. Я хочу сегодня рассказать по просьбе подписчиков о реальных случаях появления призраков и я дополню данные случаи краткими доказательствами, о которых рассказывают реальные люди, с которыми я поделюсь с вами в данном видео. Исчезающий автостопщик, преследующие путешествия по шоссе 66. Когда луна отбрасывает жутковатый отблеск на историческое шоссе 66, на пустынных участках асфальта разворачивается захватывающая легенда. Добро пожаловать в Элд Ридж. Город, окутанный тайной, где история об исчезнувшем автостопщике прочно вошла в ткань местных преданий. Эта леденящая душу история, основанная на трагическом несчастном случае, оставила неизгладимый след в памяти тех, кто осмелился пересечь загадочное шоссе. Десятилетия назад город Элд Ридж стал свидетелем трагедии, которая подготовила почву для встреч со сверхъестественным. Эмилия, молодая женщина с мечтами, столь же обширными, как открытая дорога, встретила безвременную кончину в ужасающей автомобильной аварии на шоссе 66. Ее жизнь оборвалась, когда темной и ненастной ночью ее автомобиль съехал с дороги и рухнул во враг. С того рокового момента появилось призрачное присутствие автостопщик с того света, ищущий попутку домой. Свидетельства очевидцев, рассказы тех, кто сталкивался с исчезнувшей автостопщицей, рисуют яркую картину призрачных явлений. Свидетели описывают Эмилия как фигуру, окутанную неземным сиянием, в ее глазах тяжесть трагического прошлого. Водители говорят о холоде в воздухе, когда она материализуется, от ее присутствия мурашки бегут по спине. Сьюзан Мэтьюз, местная жительница, рассказывает о ночи, когда она предложила подвезти женщину, стоявшую на обочине шоссе 66. Женщина, одетая в одежду ушедшей эпохи, казалась дружелюбной, но не произнесла ни слова. Когда Сьюзан приблизилась к месту аварии Эмили, автостопщик исчез, оставив после себя лишь затянувшееся чувство печали. Майкл Харрис, водитель грузовика, проезжавший через Илдридж, живо вспоминает, как подобрал автостопщика, который казался расстроенным. Температура в кабине упала, и когда он взглянул в зеркало заднего вида, полный слез взгляд Эмили встретился с его взглядом. В одно мгновение она исчезла, оставив Майкла сомневаться в границах между живыми и мертвыми. Акт исчезновения. Отличительной чертой этой призрачной истории является необъяснимое исчезновение автостопщицы во время путешествия. Водители сообщают о плавном взаимодействии с Эмили, вступая в разговоры, которые кажутся удивительно обычными, пока они не оглядываются назад и не обнаруживают пустое заднее сидение. Джеймс Тернер, скептик, ставший верующим, подобрал Эмили туманной ночью. Когда он приблизился к месту аварии, его охватило всепоглощающее чувство горя. Когда он повернулся, чтобы спросить Эмили, все ли с ней в порядке, он обнаружил, что находится в машине один, в воздухе повисло эхо далёких рыданий. Исторические записи, изучение исторических архивов города раскрывает мрачную правду, лежащую в основе легенды. Записи подтверждают несчастный случай со смертельным исходом, унёсший жизнь Эмили, что совпадает со сроками её призрачных появлений. Скептики утверждают, что эти записи, возможно, повлияли на создание легенды, в то время как верующие рассматривают их как подтверждение сверхъестественного. Личные свидетельства. Интимное интервью с теми, кто столкнулся с исчезающим автостопщиком, даёт представление об эмоциональных последствиях этих встреч с призраками. Эмили Картер, молодая водитель, проезжавшая через Илдридж, вспоминает, как она не поверила своим глазам, когда автостопщик исчез из её машины. Пытаясь осмыслить случившееся, Эмили на следующий день вновь посетила место аварии только для того, чтобы обнаружить старую фотографию женщины, поразительно похожей на призрачную пассажирку. Роберт Дженнингс, давний житель города, признается, что поначалу воспринял легенду как фольклор. Однако, однажды туманной ночью он обнаружил, что предлагает подвести молчаливую, печальную фигуру. Когда Эмили исчезла, у Роберта осталось непреодолимое убеждение в том, что сверхъестественное не ограничивается сферой историй. Расследование данной истории. Легенда об исчезнувшем автостопщике привлекла исследователей паранормальных явлений и любителей острых ощущений на шоссе 66, каждый из которых вооружён надеждой запечатлеть свидетельства загробной жизни. Камеры ночного видения и устройства аудиозаписи зафиксировали необъяснимые явления вдоль шоссе. На кадрах мелькают тени, а тишину ночи пронизывает слабый шёпот. Группа следователей, оснащённая измерителями электромагнитного поля, обнаружила аномальные показания вблизи места аварии. Верующие утверждают, что эти колебания могут свидетельствовать об остаточной энергии, оставшейся после трагической кончины Эмили. По мере того, как колёса времени продолжают вращаться на шоссе 66, легенда об исчезнувшем автостопщике сохраняется, преследуя извилистые дороги и пленяя воображение тех, кто стремится к неизведанному. Будь то история, сотканная из горя, отголоска прошлого или подлинной встречи со сверхъестественным, история призрачного путешествия Эмили остаётся свидетельством неприходящих тайн, скрывающихся в тени Элдриджа. Шепчущие тени поместья Ровенвуд, глубоко в окутанном туманом лесу раскинулось поместье Ровенвуд, внушительный особняк с мрачной историей. Местные жители говорят о злой силе, преследующей поместье, которое, как полагают, является беспокойным духом первоначального владельца Виктора Блыквуда, трагически погибшего при загадочных обстоятельствах. Доказательства данной истории. Призраки в коридорах. Посетители сообщают о тёмных фигурах, движущихся по величественным коридорам поместья Ровенвуд. Свидетели описывают встречу с призраком высокой тёмной фигуры, напоминающей Виктора Блыквуда, глаза которого были наполнены потусторонней злобой. Жуткий шёпот. Гости, остающиеся на ночь, утверждают, что слышат бестелесный шёпот, эхом разносящийся по поместью. Некоторые верят, что шёпот содержит послания из загробной жизни, в то время как другие убеждены, что они злонамерены по своей природе, пытаясь заманить живых в лапы сверхъестественного. Холодные точки и необъяснимые сквозняки, исследователи паранормальных явлений задокументировали постоянные холодные точки и внезапные сквозняки в определённых помещениях. Эти случаи часто совпадают с наблюдениями привидений, что позволяет предположить связь между присутствием призраков и колебаниями температуры. Личные сообщения от очевидцев. Встреча Меган Томпсон, Меган, энтузиастка паранормальных явлений, провела ночь в поместье Равенвуд со своей командой. Во время сеанса явления электронного голоса, они уловили леденящий душу шёпот, который, казалось, говорил «Убирайся». Мгновение спустя Меган почувствовала ледяное дыхание на своей шее, отчего по спине побежали мурашки. Тёмная фигура Джонатана Миллера, Джонатан, скептик, ставший верующим, на спор посетил Равенвуд. Исследуя библиотеку поместья, он увидел тёмную фигуру, смотрящую на него из дальнего угла. Фигура исчезла, когда он приблизился, оставив Джонатана парализованным страхом. Призры кладбища Крисентгроув. Кладбище Крисентгроув. Историческое захоронение, датируемое XIX веком, хранит рассказы о беспокойных духах и необъяснимых явлениях. Самая печально известная легенда сосредоточена вокруг призрачного явления скорбящей женщины, известной как леди в трауре. Доказательства данной истории. Явление в полночь. Местные предания предполагают, что дама в трауре появляется ровно в полночь, с печальным видом бродя среди надгробий. Свидетели утверждают, что видели её полупрозрачную фигуру, облачённую в траурный наряд викторианской эпохи с букетом увядьших цветов в руках. Необъяснимые холодные бризы. Посетители рассказывают о внезапных понижениях температуры, сопровождаемых холодными бризами, когда, как говорят, присутствует дама в трауре. Некоторые считают, что эти атмосферные изменения являются проявлением её горя, когда она обращается к живым в поисках утешения. Цветочные ароматы. Свидетели сообщают, что аромат свежих цветов витал в воздухе во время появления леди. Исследователи паранормальных явлений задокументировали это явление, часто происходящее без каких-либо ботанических источников поблизости. Личные сообщения от очевидцев. Полуночная встреча Элеоноры Девиз. Элеонора, местный историк, решила провести ночь на кладбище Крисентграуф, чтобы развенчать легенду. В полночь она стала свидетелем призрачной фигуры дамы в трауре возле забытой могилы. Когда Элеонора приблизилась, призрак повернулся к ней с полными слез глазами, прежде чем раствориться в ночи. Паранормальная фотография семьи Джеймсон. Семья Джеймсон, охотники-любители за привидениями, сделала серию фотографий, на которых видны светящиеся шары, окружающие конкретное надгробие, связанное с легендой о леди в трауре. Некоторые считают, что эти шары представляют духовную энергию или остаточные следы присутствия скорбящей женщины. Оперный певец-призрак Хараудейского оперного театра. Говорят, что в оперном театре Хараудейла, величественном и роскошном сооружении с богатой историей, обитает призрак Элизы Харингтон, известной оперной певицы, которая трагически погибла в ночь премьеры в конце 19 века. Доказательства данной истории. Резонансные выступления фантомов. Свидетели сообщают, что слышали призрачные оперные представления, эхом разносящиеся по пустым залам оперного театра. Навязчивые мелодии, приписываемые Элизе Харингтон, как говорят, достигают крещенда в годовщину её судьбоносного финального выступления. В феномен на балконе театралы утверждают, что мельком видели женщину в струящемся платье, стоящую на балконе во время живых выступлений. Некоторые даже сообщают, что ощущают холодный ветерок и ощущения, что за ними наблюдают, когда призрачная фигура Элизы смотрит современные постановки. Исчезающие призрачные люстры, сотрудники и обслуживающий персонал рассказывают о случаях необъяснимого раскачивания и мерцания люстр. Это явление часто происходит в сочетании с неземной музыкой, вызывая благоговейный трепет у очевидцев. Личные сообщения очевидцев Встреча с Дэвидом Мандерсоном Однажды поздно вечером у Дэвида, рабочего сцены в оперном театре Хараудейла, произошла пугающая встреча. Настраивая пианино на пустой сцене, он услышал призрачный голос Элизы, поющий арию. Звук, казалось, исходил из самых стен театра, окутывая его призрачным представлением. Наблюдение с балкона Изабеллы Родригес Изабелла, постоянная посетительница спектаклей, сообщила, что видела феномен Элизы во время представления классической оперы. В середине особенно трогательной сцены Изабелла выглянула на балкон и увидела женщину с меланхоличным выражением лица, исчезающую, когда последняя нота повисла в воздухе. Корабль-призрак из залива Блэкватер Залив Блэкватер – пустынный участок береговой линии, окутан навязчивой морской тайной. Легенда гласит о корабле-призраке «Шёпот призрака», проклятым вечно плавать по заливу, с командой, состоящей из духов моряков, исчезнувших в море. Доказательства данной истории Силуэты кораблей-призраков Местные рыбаки и моряки сообщают Что лунными ночами видели призрачный силуэт Шипотреева Говорят, что корабль-призрак бесшумно скользит по воде, оставляя за собой потустороннее мерцание. Неземной туман и неземные крики Очевидцы описывают неестественный туман, окутывающий залив Блэкватер, когда они замечают корабль-призрак. Бестелесные крики призрачных моряков эхом отдаются в этом тумане, создавая жуткую симфонию, от которой холодеет у тех, кто осмеливается подойти слишком близко. Морские инструменты играют в одиночестве, экипажи проходящих мимо судов говорят, что слышали звуки морских инструментов, труб, барабанов и призрачного пения, доносящиеся из тумана. Звуки внезапно прекращаются, оставляя моряков в ошеломленном молчании. Личные сообщения очевидцев Встреча с капитаном Ричардом Тампсоном Капитан Тампсон, опытный моряк, сообщил о мучительном переживании, когда его корабль неожиданно вошел в залив Блэкватер. Когда призрачный шепот появился из тумана, команда увидела призрачных моряков на корабле-призраке. Их глаза были пустыми пустотами. Жуткие крики пронзили ночь перед исчезновением корабля-призрака, заставив капитана Тампсона усомниться в своем здравомыслии. Преследующий туман Эмили Харпер, Эмили, местная жительница, рассказала о ночи, когда неземной туман окутал рыбацкую лодку ее семьи. В тумане они услышали отдаленные звуки морской лачуги и скрип призрачного токеллажа. Эта встреча потрясла Эмили и ее семью. Они до сих пор боятся проклятых вод. Призрачный смотритель поместья Уисперсбрук говорят, что в поместье Уисперсбрук, некогда величественном особняке, расположенном в самом сердце сельской местности, обитает призрак Томаса Гримсби, бывшего смотрителя поместья. Легенда гласит, что Гримсби встретил трагический конец, и его дух витает в залах, гарантируя, что секреты поместья останутся скрытыми. Доказательства данной истории. Призрачные явления в библиотеке. Посетители поместья сообщали, что видели призрачную фигуру Томаса Гримсби в библиотеке, где, как говорили, он провел бесчисленные часы, ухаживая за обширной книжной коллекцией поместья. Свидетели описывают пожилого мужчину в поношенной одежде, его глаза наполнены смесью печалей и долга. Часы с привидениями бьют полночь, сообщается, что большие часы в фойе поместья, застывшие на момент кончины Гримсби, таинственным образом бьют в полночь. Свидетели рассказывали, что слышали меланхоличный звон, каждый удар эхом разносился по безмолвным залам. Скрипящие половицы и призрачные шаги, те, кто исследует поместье, утверждают, что слышат отчетливый звук шагов, следующих за ними, особенно по старым деревянным половицам. Шаги сопровождаются скрипом половиц, создавая тревожную симфонию призрачных звуков. Личные сообщения очевидцев. Встреча Элеоноры Харингтон, Элеонора, историк со страстью к паранормальным явлениям, посетила поместье Уисперсбрук в поисках призрака Томаса Гримсби. В библиотеке она почувствовала внезапное понижение температуры и услышала шепот, произносящий неразборчивые слова. Когда она повернулась, чтобы уйти, книги на полках зашуршали, как будто кто-то невидимый просматривал их. Полуночный опыт Уильяма Картера, Уильям, смотритель, ответственный за содержание поместья, рассказал о встрече, от которой у него мурашки побежали по спине. Однажды ночью, когда он устранял протечку в библиотеке, часы пробили полночь, и он увидел призрачную фигуру Томаса Гримсби, пристально смотрящего на него. Призрак поднес палец к губам, словно призывая к тишине, прежде чем исчезнуть. Призрачный хранитель приюта Уиллоу-Дейл Приют Уиллоу-Дейл – зловещее сооружение на окраине города, давно заброшен. Местные предания рассказывают о тёмной фигуре, известной как молчаливый хранитель, которая, как полагают, является духом бывшего работника приюта с таинственным прошлым. Доказательства данной истории Явления в заброшенных залах городские исследователи и исследователи паранормальных явлений сообщают о наблюдениях молчаливого хранителя в разрушающихся залах лечебницы. Свидетели описывают высокую тёмную фигуру, одетую в изодранную больничную одежду, её лицо скрыто темнотой. Мерцающий свет и электронные неполадки охотники за привидениями часто документируют необъяснимые явления, в том числе мерцающий свет и неисправность электронных устройств в присутствии молчаливого хранителя. Некоторые считают, что эти нарушения являются проявлением беспокойной энергии духа. Пугающие перепады температуры свидетели рассказывают о внезапных и резких перепадах температуры, когда, как говорят, рядом находится молчаливый сторож. Воздух становится тяжёлым и гнетущий холод окутывает приют, вызывая у тех, кто сталкивается с ним, безошибочное чувство страха. Личные сообщения очевидцев. Ужасающая ночь Рэйчел Андерсон. Рэйчел, городская исследовательница, привлечённая тайнами лечебницы Гуэллаудейл, пережила ночь ужаса. Исследуя заброшенные коридоры, она почувствовала, что за ней наблюдает невидимое присутствие. Температура резко упала, и Рэйчел мельком увидела тёмную фигуру молчаливого сторожа, который, казалось, скользил между пустыми комнатами. Электронные нарушения Марка Торнтона. Марк, исследователь паранормальных явлений, оснащённый различными электронными устройствами, задокументировал странные происшествия в течение ночи в психиатрической лечебнице. Камеры вышли из строя, и аудиозапись зафиксировала тревожный шёпот в ответ на вопросы, заданные молчаливому надзирателю. Марк сообщил, что почувствовал ледяное прикосновение к своему плечу, когда позже просматривал улики. На самом деле случаев очень много и данных свидетельств, о которых можно рассказывать очень долго. И это лишь в очередной раз доказывает, что наш мир полон и окружен сверхъестественным. Некоторые свидетельства настолько страшны, что появляются мурашки по коже, слушая о них. Надеюсь, что скоро я продолжу свои новые экспедиции в данные места, и я проведу личные исследования с видеофиксацией данных доказательств. Поэтому всем, кому интересны данные явления, то буду рад вашей помощи в сборе средств на экспедиции. Все реквизиты и способы пожертвования вы можете найти в описании под видео. До скорой встречи, Демура!